АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, товарищи! АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю всех с самым нашим главным праздником – День авиации. Я подумал сначала, что давайте будем оригинальным. Поскольку сегодня день авиации, то давайте про авиацию вообще петь не будем. Может быть про любовь, про осень. Вот что-то потом подумал, что, наверное, народ не согласится. Ну, поэтому мы будем так и не провязывать, а про любовь к самолётам, к нему. Ну и начнём. Умные мысли в голову не часто приходят, поэтому я не буду даже напрягаться. Первая песня, она всегда одна и та же, с неё начинаем. Ренат, про самолёт. Мы по небу днём и ночью, а такая вот работа. Пусть не плачет, но завидует нам тот, кто не летает. Потому что мы летаем на красивых самолётах. Потому что некрасивых самолётах. Потому что мы летаем на красивых самолётах. не бывает. Белоснежный или серебристый лайнер, как что-то. Пусть не плачет, но не хочет. Пусть не плачет, но и плачет, но и плачет. Волоснежный. Пусть не плачет, но и плачет. Вы поверьте, красоту нельзя отнять самолёта Даже если цвет зелёного хорош, разокрасимся И не важно, туполь бойник или аэропастер сок Посмотрите, как он рулит по перрону, как взлетает И поймёте, не бывает некрасивых самолётов Потому что некрасивых самолётов не бывает КОНЕЦ Вы поймёте, не бывает некрасивых самолётов Потому что некрасивых самолётов не бывает Не бывает Не бывает Не бывает Не бывает АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я еще хотел в самом начале сказать, что я очень рад и даже несколько удивлен, что сегодня собралось столько народа здесь, потому что когда мне предложили этот день для концерта, даже люди, которые занимаются информацией мне в летных подразделениях, как говорили, авантюра. Я говорю, ну я вообще согласен, конечно, но попробуем, потому что в летний теплый день, в день праздника, в общем, все нормальные люди шашлыки на даче живут или в отпуске, или работают. Нет, я не считаю вас ненормальными, наоборот, я вам очень признателен. А кто-то считает, все это химерно и уздор, и не променяет покой на разбег и простор. И жиль будет хлебом, единым не в силах понять, красивое небо, красивое дело летать. Красивое небо, красивое дело летать, Скользит, как по снегу, лишь по километре листать, И чиркнуть небрежно по облачной вате крылом, Паря безмятежно просторе небес голубом. Красивое небо, красивое дело летать, Красивое небо, красивое дело летать, Внестись к горизонту и налево отодвигать, Меж замков воздушных, что плавно плывут над землей, Пугая порой своей красотой грозовой, Красивое небо, красивое дело летать, И все начиналось когда-то со слова мечта, Красивое небо, когда-то давно выбрал ты, Что всю свою жизнь любоваться зимой с высоты. И ты от земли оттолкнувшись, метел выше птиц, В пространство, где нету пределов и нету границ, Частица всемирной поможет себя осознать, Красивое небо, красивое дело летать, А кто-то считает, все это химерно и вздохно, И не променяет покоя на разбег и простор, И жив будет хлебом, Единым не в силах понять, Красивое небо, красивое дело летать, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня техника игры не самая лучшая, тем более, что я все равно немножко волнуюсь, так что ошибочки маленькие, простите. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот следующая песня, у меня вчера был концерт для работников арабов по профсоюзной линии, Ну и там заказали, попросили спеть некоторые песни, Я говорю, приходите завтра до глухаря, потому что я сегодня не готов, Вот, ну, я не знаю, пришли, не пришли, на программу включится, да? Ну, туда, значит, выполняем заявки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо! Песня была написана в 1985 году, когда Аэрофлот это была государственная компания. Точно, точно! Нет, я имею ввиду, что я имею ввиду не тот Аэрофлот, который сейчас является частной компанией. Ничего не поменяло! Ну да, в общем-то, и трехчасовые разборы, нет, сейчас маленькие шутки разных компаний по родам. Следующая песня называется «Поэзия полета». Знаете, вот когда представляю песни и какие-то там реплики, репризы, не репризы, не правильные реплики, да, пускаю, все время думаю, что много людей, которые приходят сюда не в первый раз, и мне, когда я повторяю, они те же анонсирования, какие-то шутки, но, наверное, как-то некоторым надо еда и слушать одно и то же, я даже не знаю, вот, например, про эту песню нужно еще раз говорить, там, как она появилась, там, что-то, ну, с другой стороны, в зале всегда есть люди, которые пришли, там, в первый раз или кто-то может, просто не знают эту информацию, поэтому все-таки, наверное, правильнее будет повторять что-то. Вот, эту песню «Поэзия полета» написала Маргарита Энгель, девушке было 18 лет, тогда она работала в нашем училище на кафедре психологии, готовясь поступить в Рижский авиационный институт, куда впоследствии успешно поступила. А эти песни, вернее, стихи, эти она написала для выпуска нашего училища, вот, я в то время учился, ну, на второй курс только перешел, поэтому еще до выпуска был далеко, но как-то вот мы были знакомы, мне стихи попали в глаза, поэтому чуть-чуть добавил второй куплет, и как-то песня она сразу легла на музыку и в общем-то напрягаться не пришлось. И мне потом говорили, вот, как будто бы она для какого-то фильма написана, но фильм пока не сняли. Песня называется «Поэзия полета». Пусть говорят, профессия опасна и лучше тем, кто ходит по земле, а я люблю смотреть, смотреть, как звезды гаснут на самолетном стынущем крыле. За горизонт лечу встречать рассветы, Любуюсь вновь за облачность дает, Пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей, Пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей. А небо дарит яркие мгновения, И для того на свете стоит жить, Чтоб вновь преодолеть земное притяжение, И снова радость взлета ощутить. За горизонт лечу встречать рассветы, Любуюсь вновь за облачность дает, Пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей, И пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей. Мой труп порог блеснет росинкой пота, Там, где свинцу роды, что-то плака, И все ж моя поэзия, поэзия полета, И каждый вылет — новая строка. За горизонт лечу встречать рассветы, Любуюсь вновь за облачность дает, Пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей, Пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей. И пускай мне позавидует поэты, Люди — на земле и вновь, Ух, Ух, Ух! Спасибо. 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 Когда я эту песню пел на концерте в Перми, а там сидел командующий командования, структура военная, я не совсем разбираюсь, внучка, и она сразу наметила скаловую хам, одна строчка с другой песни. Ну, я позаимствовал, правда, маленькая дорогая приятка издала. Ну, и продолжение темы того, что меня приглашают на разные аэродромы, показательные выступления. В этом году я познакомился с человеком Владимир Кочкин, тоже выпускник нашего училища, Актюбинского, заключительного выпуска. И получилось так, что у него по основной специальности, на которую заканчивали, как раз все попало на 90-е годы на развал, то есть он бился, бился, не набился. Вот. Ну, он потом выбрал другой путь, он стал директором планерного клуба. Вот. Решеты. Это такое село, 225 километров от Новосибирска. Вот там летают на планерах, там проводятся кубки, чемпионаты мира. Во-первых, у нас, к сожалению, мы приводили цифры, очень мало этих аэродромов, именно планерных, потому что, допустим, приводили в маленьких странах, в Германии, в Канаде, там сотнями исчисляются, или десятками как минимум, вот он у нас на России, там, по-моему, в пределах пяти штук, что ли, то есть вообще смешные цифры, может, десяти. Ну, суть не в этом. И это такое длинное предисловие. Решеты само по себе, место волшебное. Когда мы там с женой побывали, нас покатали на планерах, место интересное. Вокруг, везде. Там дожди, грозы заливает в решетах. Вот. Ну, может, тучка пройдет как-то. Почти всегда синее небо, никаких дождей. Вот. Он мне сначала об этом рассказал, а потом я несколько раз лично убедился. Вот. И, ну, и, как сказать, и люди вот на маленьких аэрдромах, на вот этих планированных клубах, люди там особенные, у них какой-то там свет в глазах, ну, они отличаются, да. То есть это совершенно не коммерческая организация. Люди туда просто вкладывают деньги, кстати, немалые деньги. У каждого, конечно, какая-то своя работа, где-то у кого-то бизнес, у кого-то просто. Вот. И вот. Ну, там просто люди, влюбленные в небо. Здесь все влюбленные в небо. Ну, как сказать, а всякий раз, когда с новой организацией такой, с людьми с новыми встречаюсь, мне это очень приятно. то, что тут являет, вот это подтверждение, что на самом деле очень много таких людей это радует. Ну, собственно говоря, я почти все рассказал, теперь пойдем. Премьера песни. Правда, на группе ВКонтакте, на Фейсбуке я ее уже выкладывал, по волосе повсюду льет, и только над решетами играет в синюю небосу, как будто здесь за что болит. Погода для летания класса, и коршуны парящие, подскажу, где сейчас у нас потоки восходящие. Под облаком найду поток, и в левый становлюсь вираж, взбираясь за витком виток, как будто на другой этаж. И, отрешившись от проблем, смакую ощущения знакомого совсем не всем, свободного паренья, без шумного и плавного межоблаковской жения, гигантской птицы планера, изящного движения. И сердце радует простор, и петь, конечно, хочется, и не откажет вдруг мотор, и топливо не кончится. А у тебя своя игра, клубники собирание, и дела нет до планера, до моего летания, и помыслы твои просты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я говорю, слушай, я что-то опять в решеты хочу, и жена говорит, слушай, я тоже совершенно, ну и говорю, вот особенные люди как-то в решеты туда, ну как будто мы там всегда уже много раз бывали, вот, поэтому когда я сочинял песню решеты, сразу же появилась такая песня «Спутник», песня называется «Аура», как раз про эти же решеты. В принципе, слово такое модное, аура, да, обычно аура бывает хорошая и плохая, но у нас говорят про ауру только в хорошем смысле. Приближается суббота, снова хочется в решеты, там летают планеры, там ребята славные, там такая аура, что хочется кричать «Ура!». Мы отложим все заботы и отправим все решеты. Полетать на планерах с ребятами славными, и у вечернего костра, там опять же аура. Утром вырежешь в чистополе, там приолье и раздолье, там лобника спелая, и коровы смелые, и прямо с раннего утра, там повсюду аура. Там такая аура, что хочется кричать «Ура!». Полетаем над землей, полетаем над землей, полюбуемся красою, воскресенье кончится, а выезжать не хочется, но тем не менее, пара. До свидания, аура. До свидания, аура. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Ну, еще одна песня. А, мне говорят, что вот перед таким песням обязательно надо делать про дислоя. Потому что, вот если сейчас, например, говорить, если есть песня «Флава», что там, улечиком мало власть, да, скажут, вы, ребята, зажрались. Вот поэтому я всегда делаю предисловие, что эта песня была написана, там, где же, в развалины 90-е годы, когда нам говорили, что, да, у нас за забором таких много стоит, если вас такие условия не устраивают, только свистну, и вопросы не бойятся. Сейчас, не знаю, сейчас... Сейчас тоже самое. Ну, в принципе, наверное, да. Ногу, так сказать, можно спорить. Кто, как попал, кто куда попал. Вот. А, единственное, было написано, не знаю, год 94-95, я просто с человеком поразговаривал, он мне тоже, как вот мы с ним прямо разговаривал, говорит, да ты не понимаешь, у вас вот летчиков много, а самый главный-то человек, это вот... Коммерсант, он находит работу, он находит... Но на самом деле в этом большая доля правды-то есть. Вообще, эта песня мне тоже очень давно, но все равно это часть нашей истории. На медне мне случилось откровение, в буквальном смысле истину познал. Нет, это был ни сон и ни виденье, мне просто человек один сказал. И посвященный встал, хоть и халявно, я вдруг узнал, не менее того, что летчик ламп и ацей не главный, что можно, а, боитесь и без него. Сейчас такое время, важный фактор, его не выбросить через плечо. Куда главный кондуктор и редактор, еще бухгалтер, менеджер еще. И коммерсант, хозяин полноправный, он углубляет все и вдаль, и вширь. А летчик в авиации не главный, здесь в авиакомпании Сибирь. И сразу стало многое понятно, что прежде тщетно силоваться понять. Особенно касательно зарплаты, которой не хватает на пожрать. А также, почему вполне исправно, нас унижают все, кому не лень. Ведь летчик в авиации не главный, такая вот, простите, хренати. Я скоро двадцать лет как за штурвалом, а многие и более того. И в нашей жизни всякое бывало, и только не припомню одного. Не видел сам за столько лет работы, и не рассказывали мне друзья, Что бы без нас летали самолеты, куда-то пассажиров отвозят. Конечно, мы рабочие лошадки, но и коню понятно, может быть, Что натощак пахается негладко, и что лошадку надо бы кормить. А летчика, наверное, и подавно, чтобы штурвал послужен был руке. Пусть летчика в авиации не главный есть, как, впрочем, и корова в молоке. Пусть летчика в авиации не главный есть, как, впрочем, в авиакомпании «Сибирь» Ситуация поменялась, и достойная работа, и достойная зарплата, И как-то было некорректно, да, поэтому я еще раз оговорю, Что это как момент истории, да, впоследствии, ну, лично у меня претензий не было. Вот, даже сейчас я узнаю, что когда у многих компаний возникают проблемы, Вот, с Севами, в Сибири, и переучивают новых летчиков, И 13-ю зарплату платят, так что, как-то там, хорошо, люди, Люди, по-моему, не жалуются, ну, бывает, конечно, она там, там, с работой напрягает, Ну, это опять же хорошо, да, Саша? Так, а следующая письма называется «Рина по облакам» 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 Мне в этой жизни повезло И стороной отходит зло И мой маршрут по замечательным местам И благодарен я судьбе, что вновь несет меня к тебе По облакам, по облакам И благодарен я судьбе, что вновь несет меня к тебе По облакам, по облакам И благодарен я судьбе, что вновь несет меня к тебе По облакам, по облакам По облакам, по облакам Ранжировку в этой песне делал очень талантливый музыкант Новосибирский Александр Владыкин С первого состава группы «Калинов мост», если кто слышит Во все ранжировки баян этот очень красивый, это живой баян, это не механика Поэтому я сам когда слушаю, я получаю большое удовольствие от музыки Вот, ну, еще одна премьера песни, просто хочется сразу с премьерами так это показать Потому что, во-первых, не хочется спеть, они самые новые Этой песни еще не было на интернете Как я уже говорил, меня периодически приглашают на такие интересные мероприятия И вот совершенно необычное мероприятие для меня Первый раз был полет на воздушном шаре Новосибирский, значит, капитан наш Ильяс его зовут Он тоже был на концерте Он, значит, решил сделать мне такой подарок Вот, ну, кроме меня, там, значит, был мой младший сын еще И два еще тоже музыканта Он просто собрал, он поклонник творчества различного Евгений Горгополов, это первая гитара за Уралом И Александр Чернышев, тоже лауреат Грушинский фестиваль В общем, он собрал нашу могучую пучку Вот, и прокатил нас на воздушном шаре Вот, в результате этого полета получилась вот такая песня Она, правда, ну, Коля Анисимов в таких случаях говорит Первый раз поет, потому что, возможно, буду сбиваться Ну, вот так Песня, естественно, еще не отвиселась Она будет, там, немножко видоизменна Потом, со временем, но пока что называется Спыл жар Это же самое, ну, из строчек Сегодня утром, чуть-чуть видоизменна Все случилось в чистом виде В тесноте, да не в обиде Поместились мы в корзине Как ни странно, в пятером И огромный шар воздушный Поднял в небо наши души И, конечно, наши души Не оставить за бортом Трудно выразить словами Что тогда случилось с нами Без толчка и без разбега Нереально плавный стак Шар зимы с трудом И на нем все уменьшаться Этого неба подниматься Начал наш эраста Поднялись над суетою мы И поплыли над землею мы Любовались красотою мы И захватывало дух И подумали все мы в тот час Ведь под нами метров тысяча И гораздо выше мы сейчас Чем когда-то Винни-Пук Мы подснизились немного И проплыли над дорогой По березовым верхушкам Капитан проложил путь И такая красотища Понесло нас на Мочище Если кто-нибудь не в курсе Это населенный пункт Где попало мы не шарили На воздушном плыли шаримы И собою украшали мы Окружающий пейзаж И над Мочищем пролетали мы Всех собак перепугали мы Так уж вышло, что создали мы Насилье ажиотаж Отовсюду нам махали Отовсюду нас выключали Нас кто в баню приглашали А то выпить, закусить Это в общем-то понятно Очевидно, вероятно Было б каждому приятно Нас про шарик расспросить Ведь на воздушном плыли шаримы Ничего не нарушали мы А напротив улучшали мы Все, что можно улучшать И народом, населению Поднимало настроение Симпатичное явление Над землей воздушный шар От подобных приключений Много ярких впечатлений Потому что шар воздушный Это же вам не самолет У него и крыльев нету И поэтому по небу Вроде кажется летит он А приглядишься, он плывет И на воздушном плыли шаримы И никому не помешали мы Природу украшали мы Они сели кошмар И у нас И население И население Поднималось настроение Потому что это здорово Над землей воздушный шар Потому что это здорово Над землей воздушный шар Я уже хотел сказать yes Но все-таки на последних строчках Выполнить свое обещание Он стоит в стороне От других самолетов Не подвозят давно Пассажиров к нему И свое отлетать И свое отработать Он не нужен теперь Никому, никому Он не нужен теперь Никому, никому Неподвижны винты И безлюдные салоны И хоть вид его горд В формах силы и стать Но уже никогда Не бежать по бетону Но уже никогда Над землей не взлетать А ведь было же время И пели турбины Были взлеты, посадки и жизнь Но потом командиры ушли На другие машины Командиры ушли И забыли о нем Командиры ушли И забыли о нем Это всем суждено Хоть, конечно, печально Только время приходит И кончен полет А ему все равно Часто снится ночами И бескрайний простор И стремительный взлет Небо, что за болезнь И за что его любят Не всегда и не все Объяснить мне могли Но тоскую поем Самолеты, как люди Если стало сильней Притяжение земли Если стало сильней Притяжение земли Ну, я опять расскажу Оникнот Где я уже много раз рассказывал Для тех, кто не слышал Но сначала предисловят С Николаем Анисимом Периодически возбывает Совместный концерт И у него есть Самая знаменитая его песня «Я летчик» В песне есть такие слова «К земле меня часто хотят Перевязать, но летчик обязан Оглому летать» И вот Эта строчка «Летчик обязан, должен летать» Служила Названием и темой Которую я разбил В своей новой песне Анекдот Которую я еще услышал Когда летал вторым пилотом На А-24 Лет 25 на А-24 Значит, молодой второй пилот Приходит в отряд Его закрепили за Опытным командиром И, значит, они вместе работают И второй пилот замечает, что Командир перед каждым взлетом Достает из кармана книжечку Прочитает, сложит Выполнил взлет Пролетели Перед заходом на посадку Опять достает книжечку Посмотрел Зашли на посадку Сели И так С полета в полет И задний день «Иванович, а что у тебя там за книжечка?» Это, говорит, моя рога Памятка Я потом Когда на пенсию ходить буду Если надо, буду тебе отдам Работает год-два-три Приходит время Рано или поздно Всем уходить на пенсию Выходит на ландир Накрывает поляну Сидел и отмечается Второй пилот подходит Говорит «Иванш, ну ты мне обещал» Говорит «Что обещал?» «Ну книжечку, оба пусть» «Не вопрос, всю жизнь мне служила Может тебе послушать» Достает Вот, пожалуйста Второй открывает На себя вверх От себя вниз Это, в принципе, начало действия Ренант Дальчик должен летать Дальчик должен летать Тут все просто и ясно На себя, значит, вверх От себя, значит, вниз Летчик должен летать И притом безопасно И это вовсе не власть И ничей, как обрис Сварщик должен варить Кто-то должен шить тапки Если вор своровал Дальчик должен летать Ясные деньги в ненасты И еще по ночам Когда хочется спать Кто-то должен мешки Вдохновенно ворочать Вдохновенно ворочать Кто-то словом на дело А его вдохновенно ворочать А летчик должен летать Потому что он легче Вот если б счетчиком был Должен был бы считать Я, может, не прав Я могу ошибаться И возможно меня Кто-нибудь упрекнет Каждый делом своим Должен мог заниматься Летчик должен летать Пусть я порт поет Каждый должен пахать По возможности классно И тогда будет все И у всех зашибись А летчик должен летать Тут все просто и ясно На себя, чтобы вверх От себя, чтобы вниз АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь практически все Могут с кофленочкой Не укладываемся Знаете, когда я учился в училище Мы жили в совсем другом государстве В Советском Союзе И даже представить не могли Что будут такие события Которые сейчас происходят На Украине А тогда мы все были Из одной страны То из Казахстана То из Украины То из Армении Отовсюду у нас И даже еще из Венгрии У нас не были фуршанты И когда буквально за месяц до выпуска У государства возникла необходимость Возникла нехватка вторых пилотов Вернее пилотов на АН-2 На Украине У нас решили как-то так вот Не напрягая взять Переучить сейчас курсантов Особенно те, кто Неженатые Без семьи Которым не нужно было Предоставлять жилье Я избежал этого Распределения Путем Вводок за улучшениями Руководства училища Потому что у нас была Переаттестация Перемандатная комиссия Мне пришлось старать Что и женатый ребенок у меня есть А вообще так собрали Человек наверное 30 После высшего училища Переучили быстренько на АН-2 И отправили Поднимать родное сельское хозяйство Песня этого про Украину Скажем так коллективное Плод коллективного творчества Не я Потому что Все скажем так протестовали На АН-2 учились в средних училищах Два года девять месяцев У нас в высшем училище На АН-40 учились Четыре года два месяца То есть гораздо выше А потом еще надо было Переучиться на АН-2 Многие попали туда И отлетали Потом переучились И вот так мы К тому же году Здесь у меня Как и называется Скоро Украина Она такая С этим С досадышками Не нужны мне Ни Париж Ни Аргентина Мне Италия С Нью-Йорком Не нужна Я давно мечтал Попасть на Украину Да все никак Не получалось Ни Крым Я давно хотел Попасть на Украину Да все никак Не получалось Ничего Мы понюхать хлорофос Мечтали с детства На полями Низко-низко Полетать И да здравствует Родное министерство Авиации Гражданской Твою мать И да здравствует Родное министерство Авиации Гражданской Твою мать Просто мудро Без кольбы И без сознайства Нас решили всех Как глянь Ее заслать Поднимать Родное сельское Хозяйство Нам ведь это Как два пальца Обсосать Поднимать Родное сельское Хозяйство Нам ведь это Как два пальца Обсосать А я всю жизнь Прожил в сибирской Глубомане И фрукты свежие Я видел лишь в пене А в Одессе Буду сидя На диване Наблюдать Как каприкос Цветет в огне Я в Одессе Я в Одессе Буду сидя На диване Наблюдать Как каприкос Цветет в огне Под житомиром Покушаю Галушки Под Тернополем Нищей Свиней Горобь А под Полтавой Аппетитные Хохлушки Песни гарные Спевают Про любовь А под Полтавой Аппетитные Хохлушки Песни гарные Спевают Про каханья Не страшны Туберкулезы И ангины Сене взводы И напасти Тринь трава Ждет меня Моя родная Украина И желанный Перспективный Айн-2 Ждет меня Моя родная Украина И желанный Перспективный Айн-2 Спасибо Как это Сейчас На английском Это бы называлось Downgrade Потому что После Айн-2 Потом опять Нужно было Переучиться На Айн-4 Ну и на Айн-4 В смысле Ну как С Более Низкого Типа Что Следующая песня называется Когда летишь на восход Не на восход А на восход Ужасно хочется спать И город Владивосток Я не люблю посещать Я не люблю по три дня Плохо в гостинице жить Где пить конечно нельзя Но невозможно не пить Когда летишь на закат То спать не хочешь совсем Люблю летать в Ленинград В Москву летать любят все Про Сочи Что говорить Тут все понятно и так Там можно даже не пить И все равно красота Когда летишь хоть куда Короче путь по прямой И больше всех я всегда Люблю дорогу домой Люблю войти не стучать И не скугнув тишины Смотреть как тихо сапят Во сне моих пацаны Люблю войти не стучать И не скугнув тишины Смотреть как тихо сапят Во сне мои пацаны Спасибо Спасибо Я вот как спел один раз Что город Владивосток Я не люблю вас посещать Как меня туда ни разу не приглашали Подрастает у меня Сын Праксов Опять я делаю предисловие О том что эта песня была написана Когда были проблемы с работой Когда я стеснялся А говорит кем я работаю Был в такое время Потому что зарплата водителя троллейбуса Была немного выше чем Зарплата пилота Самолета на 24 фраз Подрастает у меня Подрастает у меня сыновья Чем-то в жизни предстоит заниматься И хочу им посоветовать я Не ходите пацаны в авиации Нынче лёгчики Нынче лёгчики увы не в цене А работа не из лёгких и строгая И поэтому не хочется мне Чтобы мы пошли отцовской дорогой Долгою на небо Только раз окунись в небо И попал на всю жизнь Небо Не любя, не скорбя Не отпустит тебя Это кайф в своих руках ощутить Как послушна тебе мощь многотонная Но приходится за это платить Липким потом И ночами бессонными И о рёбрах часовых поясов Биоритмы сбиты напрочь Давным-давно И в кабине по 15 часов И здоровье на болячке Разменяно Но небо Только раз окунись В небо И попал на всю жизнь Небо Не любя, не скорбя Не отпустит тебя Есть красивое вино Кроме того Перегрузки, стрессы и радиация Не ударьтесь о крыло головой Не ходите, пацаны, в авиации На земле На земле профессии не сосчитать Подбирай себе бытие Беззаботное Я бы сам, когда всё снова начать То, наверное, пошёл Снова в лёдное Ведь небо Только раз окунись В небо И попал на всю жизнь Небо Не любя, не скорбя Не отпустит тебя Небо Только раз окунись В небо И попал на всю жизнь Небо Не любя, не скорбя Не отпустит тебя Спасибо К сожалению, да Так, ну Нет Постараюсь Коснуться, вот насколько у меня есть В творчестве Песни о разных Гранях, скажем так Авиации О разных людях Поэтому Постараюсь Они прозвучали Песня «Курочка» Вроде как И стюардессам Посвящается И Самой главной птице Второго советского аэрофона Которая была у нас когда Вот Вообще, я говорю, что Первый раз в жизни Когда я полетел на самолете Поступать в летное училище Я очень боялся Поскольку Первый раз летел Что самолет может упасть Все это было до тех пор Пока Не принесли бортовое питание Потом как-то все наладилось И Старк куда-то ушел В серебристом лайнере Комом оживления Все откинув столики С нетерпением ждут Девочки в передничках С грацией движения Пассажирам курочку Снова раздают Сразу забывается Грусть и невезение И куда девалась вдруг Прежняя тоска Сразу поднимается Наше настроение И ярче светит солнышко И краше горка Мы взлетели вовремя Дальняя дорожка Надо бы и летчикам Поживать чуть-чуть Командир с механиком Очень любят ножки А второй особенно Уважает грудь Кто сказал, что курица Будто бы не птица Не согласен буду с ним Он ей Богу врет Как цыган без лошади Как милан без спицы Так вот и без курицы Наш аэрофон Несомненно курица Необыкновенная И неповторимая Птица наших дней Бортовом питании Вечно неизменная Как звезда возмученной В душе моей Как звезда возмученной В душе моей И могу заверить вас Железобетонная Завтра так же, как вчера И позавчера Будет она самая Авиационная И во время наше ей Быть давно пора И во время наше ей Быть давно пора В серебристом лайнере Умом оживление Все откинув в столики С нетерпением ждут Девочки в передничках С грацией в движениях Это объедение Снова раздают Это объедение Снова раздали Еще одна песня Посвященная Техническому составу Песня, которую я написал Моему другу на юбилей На юбиле я убил двух зайцев С одной стороны я поздравил его С днем рождения С пятидесятилетиями С другой стороны Я выразил в его лице Свою признательность Сему техническому составу Который Земле обеспечивает Нашу спокойствие В воздухе Паша вот он на самом деле Такой Как в песне Такой надежный Он Как он предвидит Какие-то там Возможные Отклонения И работает на опережение На двадцать восемь правую На братешон заход Нас вновь встречает Пулково Родной аэропорт А Павел Романович Техник наш В кабине задремал Дневную смену Отпахал И с нами ночь летал Зовут все Грустным осликом Шутя Наш самолет И он Порой капризный Сюрпризы Но Паша Техник За простяк Найдет Причина В чем И быстро Сможет сделать так Чтоб стало Все путем Паша Паша Купится Дым Эки Пажу Спокойно с ним Паша Рядом И в добрый час И в порядке Всегда Матчасть Влюблен он В авиации Как девушку Пацан На Яке Восемнадцатом Летать умеет Сам И все За что Б не взялся Он исполнит По уму В гостинице В Пулково На Кубе И в Крыму Паша Паша Купится Дым Всем Кто рядом Спокойно с ним Паша Рядом И в добрый час И все В порядке Всегда У нас За рулем На стоянку Мы Сдадим Наш Самолет И повезет Домой Его Уазик Патриот Там ждут Жена Любимая И ты Коверный Кот На Двадцать Восемь Правой Нам Разрешен Заход Годы Птицы Летят Летят Недавно Было Тридцать А вот Уж Пятьдесят Годы Мчаться Но Это Ничего Ведь Если Разобраться То Пятьдесят Всего А Паша Паша Купится Дым Экипажем Спокойно С ним Паша Рядом И в добрый Час И все В порядке Всегда У нас просто никак не умещается в расписании. Эту песню я не так давно для себя называл романцем на производственную тему. Называется она «Красивая романка». Кто позвал тебя за горизон? Кто тебе сказал, что тебе всё это надо? И какой бесспорный был резон рваться в небеса через все преграды. Просто даже в слоях высота слышится романтика полёта. Самая красивая работа, связанная с желанием летать. Оглянись назад без суеты, вряд ли сможешь ты сам себе ответить строго. Кто из вас дорогу выбрал ты? Или же тебя выбрала дорога? Вечно в этом слое «высота» Высота Будет неразгаданное что-то. Самая красивая работа, Работа связанная с желанием летать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вечно в этом слое «высота» Будет недосказанная мечта Будет недосказанная мечта Самая красивая работа, Святана с желанием летать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты